Всем привет! Вы на канале Даша Техник и сегодня я вам расскажу про невероятные новшества на заводе Урал. Конечно, это будет не шагоходы, но некоторые интересные детали, которые изменят облик этих новых российских автомобилей. И, конечно же, на выставке были представлены автозаки, мы же живем в России, так что давайте смотреть это видео. Особенно меня порадовали эти с первого взгляда не очень примечательные экспонаты. Это не брутальные танки, которые все так любят и от которых вяжут посетители, а это изделия и впоследствии окажут огромное влияние на российское машиностроение. Это ведущие мосты для грузовой и полноприводной техники. Отечественные мосты. Это даже немножко смешно и грустно. Когда-то очень давно Советский Союз был одним из лидеров автомобилестроения. Да, может быть, с легковыми автомобилями складывалось не все так удачно, но грузовики, а тем более полноприводные, ценились и уважались по всему миру. А ведущие мосты, большой грузоподъемности были обязательным атрибутом такой техники. И вот буквально за несколько десятилетий технология в России была утрачена, вы представляете? Вначале нас посадили на немецкие изделия от фирмы ZF, а потом немцы отказались от сотрудничества. И, видимо, что-то случилось, и нам пришлось идти на поклон к китайцам. Но благодаря новой разработке автостроителей из МИАСа появилась надежда на некое возрождение. Отечественного многосерийного автомобилестроения, с чем я и поздравляю машиностроителей с Урала. И также меня порадовало развитие темы беспилотного транспорта уральцами. В прошлом году, вдохновленная похожим экспонатом, я написала громкую статью «Дальнобойщики больше не нужны», и я рекомендую ее почитать у меня на Дзене или ВК. И статья тогда вызвала немалый резонанс. Так что я рада, что тема беспилотного транспорта продолжает развиваться. На форуме «Армия-2022» меня сильно впечатлила их первая версия такой машины. Тогда образец был в очень харизматичной двойной окраске, отображающей двойное назначение машины. А в этом году автономный Урал был только в защитном цвете, не дающий двойное трактование назначению автомобиля. Этот образец, в отличие от прошлогодней машины, отличается еще и наличием лидаров на переднем бампере. Ведь год назад у меня был вопрос о том, как эта машина ориентируется на местности. Теперь частично вопрос у меня отпал. Беспилотник может автономно подъехать к погрузочно-разгрузочным терминалам и выполнять задачи. А удаленно по сотовой сети оповещать оператора о возникших нештатных ситуациях. Беспилотная машина уже прошла испытания и планируется к серийному производству. Так что скоро дальнобойщики действительно будут не нужны. Но для этого нужно время и решение очень многих вопросов. И уже сейчас Магнитогорский метизно-калибровочный завод проводит испытания грузовика «Урал» нового поколения «Урал 4320-6773». И это беспилотный автомобиль с третьим уровнем автономности. И пока что оператор вмешивается в его работу. Но с пятым уровнем автономности, который уже запланирован, грузовик сможет перемещаться самостоятельно. Так как это беспилотник, кабину упразднили, но характерный нос оставили. А длина автомобиля составляет 6,5 метров. И причем сразу за капотом начинается грузовая платформа. И высота 2,3 метра. А в плане техники тут все то же самое, что и у обычного «Урала». Только вместо механики стоит автомат. И интересно, что над ПО для беспилотника трудились специалисты НПО «Андроидная техника», которые создали известного робота Федора. Мяский завод «Спецагрегат» представил фрезерно-роторный снегоочиститель ФРС на базе шасси «Урал-4320» с обновленной кабиной. И модель на 100% состоит из отечественных компонентов. И что важно, отличается повышенными показателями надежности. ФРС применяется для очистки от снега автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, таких как взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки самолетов и подъездных путей к аэродромам, а также для отбрасывания снежных валов, образованных другими снегоочистителями, и погрузки снега в транспортные средства при температуре до минус 40 градусов по Цельсию. И эта перспективная модель является следующим этапом в развитии шнекороторных снегоочистителей, ведь данный вид спецтехники отличается более мощным мотором, переработанной схемой привода и самим рабочим органом, что позволяет при минимальных затратах производить уборку как лучшие зарубежные аналоги. И, кстати, в моем прошлом видео я показала аналогичную машину на базе Урал-4320, и она была старого поколения, и она работает на московских улицах, а так что развитие направления машиностроения вы можете видеть буквально на своих экранах. На выставке были представлены и автомобили семейства Урал-Некст 6х6, и это вахтовый автобус Урал-3255-50-13-71, и он используется для транспортировки подразделений Росгвардии по всем типам дорог и участкам местности, и имеет все необходимое для этого оснащение. Вахтовый автобус Урал-Некст – это специальное пассажирское транспортное средство, которое предназначено для перевозки людей по дорогам от 1 до 4 категории и участкам местности, вместимостью в 22 человека. И по согласованию заказчикам можно изменить число посадочных мест и схему расположения сидений, а мощность у него 238 л.с. Пожарная автоцистерна АЦ-3040 предназначена для доставки к месту пожара личного состава и пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по тушению пожаров и аварийно-спасательных работ. АЦ обеспечивает подачу воды и раствора пенообразователя с номинальным расходом в 40 литров в секунду, забором воды из цистерны или же закрытого или открытого водоисточника по магистральным пожарным рукавам, к переносным лафетам или ручным стволам или к пожарным автомобилям с последующей подачей воды и раствора пенообразователя к очагу пожара. Базовое шасси Урал-43206 4х4 обеспечивает отличную проходимость и оборудована новой шестиместной эргономичной двухрядной кабиной. Оттаивает северный морской путь, а вместе с ним и побережье, и поэтому требуется много техники, геологам, строителям, нефть и газодобывающим компаниям. Арктика и Крайний Север обнажают беспрецедентные запасы полезных ископаемых, а охрана оттаивших рубежей Родины становится как никогда актуальной задачей, когда слишком много стран точат зубы на российские недры. И как водится в отечественном автомобилестроении, у машины имеется довольно сложный индекс 425702. И знаменит этот гигант тем, что недавно экспонировался на форуме Армия-2023, и это недвусмысленно намекает на военное будущее машины. Основным предназначением Арктического Урала является перевозка людей по зимникам и слабонесущим грунтом при экстремально низких температурах. Инженеры из МИАСа уверяют, что вахтовый грузовик рассчитан на работу при температуре до минус 50 градусов по Цельсию. Представленный на форуме Армия-2023, Урал является третьим в своем роде. Первый появился на рубеже 2021-2022 года, как результат государственной программы социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. И машина представляет собой лишь утепленную капотную вахтовку с каркасно-панельной кабиной от военного торнадо. Позже появилась вторая версия на больших колесах, но с прежним двухобъемным кузовом. Это очень неудобно, ведь водители со штурманом вынуждены выходить на лютый мороз, чтобы просто попасть в кузов к пассажирам. И колеса у второго прототипа были всего лишь 28 размера. А третий Урал Арктика, представленный на форуме Армия-2023, имеет единое пространство кабины и пассажирского салона на 21 место. А из удобств имеется вакуумный туалет в хвосте кузова. Перед вами шасси автомобиля Урал 6370. Урал 6370 оказался востребован как в армии, так и на гражданском рынке. И часто их покупают нефтяники и газовщики. На шасси модели для них делают вахтовые утепленные автобусы, летучки для ремонтников, обслуживающих оборудование. А благодаря колесной формуле 6х6 и высокой проходимости, автомобили способны добраться туда, где никогда не было дорог, вне зависимости от времени года. На грузовике Урал 6370 устанавливают дизельные шестицилиндровые двигатели серии ЯМЗ-650. Эти моторы разрабатывали на базе силовых агрегатов Рено. Также на стенде Урал было представлено шасси автомобиля Урал 4320. Шасси Урал 4320 используется в качестве базы для создания не только бортовых и тентовых автомобилей стандартной или же удлиненной компоновки, но и для вахтовых автобусов на 22 или 30 мест, седельных тягачей и трубовозов, автоцистерн и топливозаправщиков, установок и спецоборудования для нефти и газодобычи, а также дорожной и коммунальной техники, пожарные охраны и, конечно же, нужд вооруженных сил. Без лесовозов на базе Урал 4320 невозможно представить вырубку или же заготовку леса во многих регионах нашей страны. Вместе с гидравлическими манипуляторами лесовозы Урал позволяют погружать и разгружать лес без привлечения специальной техники. Технические возможности грузовиков Урал 4320 позволяют их интенсивную эксплуатацию в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию в противоположных друг другу климатических условиях в районах Крайнего Севера или же Песчаных пустынь. Кабина Урал 63704 Торнадо У. Кабина у этого грузовика каркасно-панельная. При этом часть наружных панелей, двери, капот и крыши выполнены из композитов, однако предусмотрена и установка комплекса дополнительной защиты из бронированных панелей. Вход в кабину высокий, но есть и подвесная ступенька и ручка в дверном проеме. В салоне кабины три места, а водительское сидение подрессоренное. Кабина также оборудована системами вентиляции, отопления и кондиционирования. Хороший обзор из кабины обеспечивается крупным лобовым стеклом без переплетов и боковыми окнами в дверях. Дополнительное удобство работы экипажа обеспечивается подножками. Поды, дверьми и оригинальным расположением рычагов и открывания дверей. Ввиду высокого расположения кабины, рычаги находятся в нижней части дверей. СМОСФАЛ УРАЛ С-34-520. Такие автомобили имеют модернизированную бескапотную кабину, которая отвечает всем требованиям безопасности, как для водителя, так и для пассажира. Приборная панель выполнена из качественного пластика с эргономичным расположением органов управления. Электронная комбинация приборов с цветными дисплеями соответствует современным требованиям. Также имеется многофункциональный руль с кнопками управления и регулируемые по высоте и вылету рулевой колонкой. Оптимальный микроклимат в кабине обеспечивается эффективной климатической системой, кондиционером, а также качественной теплоизоляцией и уплотнителями дверей. А по желанию заказчика кабина оборудуется еще и спальным местом. Сейчас в производственной линейке Урала для военных нужд числятся сразу 4 семейства. Мотовоз, Мотовоз-М, Торнадо-У и Тайфун-У. И самое сложное в истории с современными Уралами – это не запомнить все аббревиатуры, а научиться различать между собой технику семейства Торнадо-У и не путать их с одноименным рапатором дизеля и Мотовоз-М. Итак, запомните, грузовики Урал-Торнадо-У – это самые тяжелые машины из мяса. Этакие прямые заменители украинских кразов. Полная масса может достигать 32 тонн при грузоподъемности в 12,5 тонн. Машина собрана вокруг мирного и бескапотного Урал-6370. А это значит, что и мосты у Торнадо-У венгерские, может быть и китайские. Мотор, хоть и ЯМЗ-652, но производится он по французской лицензии и представляет собой дизель Рено. Кабина каркасно-панельная и хорошо подходит для бронирования. Даже дверные замки тут регельного типа. Машины Мотовоз-М заметно легче, и фактически это удлиненные классические Уралы с кабиной, которая максимально унифицирована с Торнадо-У. И, соответственно, этот образец и представлен на этих кадрах. Создатели называют Торнадо-У заменой кразам, так как по набору своих характеристик они совместимы с грименчугскими вездеходами. Полная масса 30 тонн и грузоподъемность 16 тонн. И при этом мощность двигателя у уральского грузовика больше – 440 лошадиных сил. И стоит отметить, что на Торнадо-У, судя по всему, установлен форсированный двигатель ЯМЗ-652, так как мощность оригинального мотора не превышает 412 лошадиных сил. А в качестве одной из особенностей нового армейского грузовика производитель выделяет кабину. Кабина – капотная, каркасно-панельная конструкция и трехместная, и была оборудована системами отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции. А часть наружных панелей кабины – капот, крыша и двери – выполнены из композитных материалов. В кабине три места, и при этом сидение водителя подрессоренное. Вход в нее достаточно высокий, но для удобства водителя имеется подвесная ступенька, а также ручки в дверном проеме. Использование каркасно-панельной кабины позволяет решить проблему с защищенностью водителей и пассажиров, а также возможно скрытое бронирование, когда броня размещается под внешними панелями кабины, а снаружи ее не видно. И вот такой рассказ об автомобилях Урал у меня получился. Эти машины действительно вызывают некий восторг от своей мощи. А если вам понравилось видео, то не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. А поддержать мою деятельность или получить дополнительный контент обо мне можно на моей страничке на Boosty. Все ссылочки есть в описании. Так что увидимся в новом видео, до новых встреч, пока-пока!